Так, друзья, я забежал в Starbucks, который находится рядом с медицинской клиникой, где работает Хайям. Как вы знаете, Хайям терапевт и кардиолог. У него сегодня смена, через 15 минут будет обеденный перерыв. Я проведу с ним интервью, коротенькое, задам вопросы, которые вы написали нам в комментариях под его постами. Кстати, если вы еще не смотрели посты из Швеции, рекомендую это сделать. Просто пробегитесь по ленте, посмотрите посты в Instagram TV с флажочком Швеции, с Хайямом. Там много полезной, нужной информации, главное то, что она актуальная. Если вы хотите трудоустроиться врачом в Швеции, да, это возможно сделать напрямую контракт через ВНЖ и ПМЖ. Для этого необходимо пройти ряд официальных процедур. У Хайяма, кстати, есть компания, которая существует на рынке более 10 лет. Это медицинская компания с лицензией. Хайям сам проводит экзамены для врачей, выпускников медицинских вузов. Также можно будет спросить, почему дети Хайяма, один из детей учится в Польше на врача, другой на экономиста в Швеции. Меня, например, интересует вопрос толерантности, могут ли мусульманские женщины ходить в платках, допустим, в той же самой Швеции. Ну и многое другое. Итак, ждем Хайяма. И сейчас я отвечу на все ваши вопросы, которые поступили за последние 48 часов. Хайяма, я знаю, что у тебя старший сын, Рэбин, учится в Польше. Рустам. Учится в Польше. Младший сын. Младший. Учится в Польше на врача. Да. А почему Польша? Ну, потому что, во-первых, больше оценок надо было ему. Чтобы попасть в шведскую систему врачебного образования, тогда надо было больше оценок. Надо ему было год еще стараться. Я понял. Чтобы увеличить свою оценку и попасть в шведскую. Это платно или нет в Швеции? В Швеции не бесплатно. Польше платно. Ну, то есть в Швеции образование бесплатно, а в Польше нужно платить? Да. Он платит за 6 месяцев, то есть за год получится практически 12 тысяч евро. Понятно, но это окупится. Ну, государство Швеции оплачивает тоже. А, это государство оплачивает? Да, но в долг. Оплачивает, когда он будет работать врачом, будет потихоньку оплатить обратно. А, я понял. То есть поддержать, типа, других студентов. Я понял. А в каком городе он находится в Польше? В Ротслав. В Ротслав? Да. Понятно. В России в городе я слушаю. А жильё как там? Жильё тоже можно сам снимать или они сами обеспечивают платно общежитие, типа, русское общежитие. Ну, там у них однокомнатные на одного человека. А на кого он учится? На врача. А на какого врача? Кем будет? Ну, ещё не знаю. Посмотрим. Поскольку пока будет общим. Надеюсь, всё будет хорошо. Тогда пусть выбирает сам. Понял. А второй сын учится на экономиста? На экономиста, да. А почему на экономиста? Да он сам выбрал. Я их не направлял. Ни на врача, ни на экономиста, правда. Они сами выбрали. Но это же выгодные профессии в Швеции. Экономист очень трудный, конечно. Кажется, что легко, но нет. Очень трудная профессия. Ну, он выбрал, он любит этого. Видимо, математику хорошо знает, поэтому выбрал. Понятно. А в Польше учится сын на английском языке? Да, на английском языке, на врача. Понял. Кстати, я слышал, что там много очень украинцев, да? Он уже русский там. Слова не скажу. Да, слова не будем говорить какие в прямом эфире. Как здесь относятся к мусульманам и к платкам? Вообще-то раньше плохо, сейчас хорошо. То есть никто никого не притесняет? Раньше, может быть, конечно, лежали, но потом поняли, что истина, это не просто осознанно. То есть они уже начали придумать, чтобы таких консеквенций не было, они уже начали более мегрально относиться к этому, более свободно. Понял, спасибо. Как раз вот семья, и вот в платке, и без проблем. Да, без проблем. Ну, как раз мусульманская семья, да? Да, раньше не принимали работу, сейчас принимают. Спасибо.